Дорогие друзья, в жюри конкурса Королева столицы 2017 сегодня Наталья Толстая, писательница, врач и телеведущая. Привет, Наталья! Здравствуйте, друзья! Очень рада вас снова видеть. Я всегда радуюсь, когда приглашают в жюри, потому что это очень важная и нужная задача. Здесь нельзя, чтобы было мало специалистов и должны смотреть на эту ситуацию с разных ракурсов. Мой ракурс – позитивная психология. Как давно ты знаешь организатора конкурса Анну Гольдес? С Анечкой дружим уже несколько лет, больше двух точно. Я и с журналом сотрудничала, и на конкурс красоты приходила, и буду приходить еще, когда буду приглашать. Потому что здесь всегда четко все организовано. Прекрасные конкурсантки, обслуживающий персонал прекрасный, замечательная команда, которая все без валидола делает. И мне кажется, каждый раз мы отсюда уходим с улыбкой. Какая девушка, по твоему мнению, сегодня победит? Самая лучшая, самая достойная, потому что мы будем очень внимательно смотреть на это. И так как несколько членов жюри наверняка будут каждый за свою номинантку, да, то получается, что победит та, которая возьмет и покажет себя с лучшей стороны. Ведь мы судим сегодня не совсем красоту. У нас же королева столицы, то есть у нас девушка должна быть интеллектуальной, она должна быть личностью. Она работающая, она состоявшийся, состоятельный человек. И поэтому личность сама себя продает. А какая у тебя профессия и какого объема у тебя широкий кругозор и объем знаний, это меньше сейчас рассматривается, чем самоподача, самопрезентация. Это очень важный аргумент в 21 веке, в капитализме. Мы живем, нас никто не предупредил, и поэтому женщина должна быть не только умной, но и красивой. И не только снаружи, но и внутри. И это очень большая задача нам сегодня не ошибиться. Скажи, а у тебя самой было когда-то желание поучаствовать в конкурсе? Я была, мисс города Белая Калитва, это Ростовская область. Я в 10 классе одновременно готовилась к выпускным экзаменам. И я из шахтерского поселка приехала в большой город по тем нашим меркам. И забрала корону и увезла ее в поселок Сенегорский. И это было немножко необычно, но мне тогда подарили и поездку в Германию, и у меня были электронные часы. Это был, знаешь, какой год? 97-й. Но я стараюсь держать форму с тех пор. Я к конкурсам красоты отношусь с трепетом, потому что я знаю всю кухню и снаружи, и изнутри. Я прекрасно знаю, что их беспокоит, что их тревожит. Я прекрасно понимаю, как они сейчас волнуются. Вот помнишь, на лабутенах, сейчас последнее приготовление, там клеют ресницы, гудки красят. И сама торжественность этого всего доказывает, что наши конкурсантки, они очень сильно отличаются от молоденьких девушек, потому что никто не будет стекловату засовывать в обувь, никто не будет резать бюстгальтер прямо перед выходом. Здесь люди честно сражаются, это прекрасно. А твоя корона хранится до сих пор? У меня корона была такая, знаешь, колье, которое на шею вешается. Его присобачили мне тремя невидимками. Я была божественная, ну по тем временам, но сейчас это стекло. Но оно для меня имеет значение, как первый прорыв в жизни, когда я просто не побоялась, на слабо подала заявление. У нас был урок труда, и мальчики пришли, принесли местную газету и сказали, что вот конкурс красоты слабо. Я сказала, на ящик коньяку. Ну и потом упился, конечно, весь 10 класс, что делать. Ой, здорово. Наталья, спасибо огромное за такое позитивное интервью. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Всем любви и добра. Пока.